Пожалуй, самые известные хищники планеты, которым принадлежат огромные территории. Несмотря на различия в образе жизни, пути этих животных нередко пересекаются, и порой встреча превращается в настоящую битву, исход которой невозможно предугадать. На стороне одного – невероятно толстая шкура, 10-сантиметровые когти и более 300 килограмм веса. На стороне другого – выносливость, бесстрашие, расчетливость и безграничная мощь стаи. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и сегодня мы рассмотрим самые эпичные схватки между двумя главными хищниками леса. Встречайте, волк против медведя. Поскольку охотничьи владения волка и медведя пересекаются, наиболее частыми становятся конфликты за добычу. В погоне за лакомым куском альфа-самец готов бросить вызов гиганту, несмотря на смертельную опасность. Ведь любая яростная атака медведя может стать фатальной. Численное преимущество на стороне волков, но медведь не собирается уступать. Тем более, здесь он тоже не один. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, медведи ловки и быстры, но в ограниченном пространстве они явно проигрывают маневренным волкам. Даже втроем те показывают удивительно слаженную работу. Пока косолапый отвлекается на нападающего, другой разбойник не теряет времени зря. Считанных секунд хватает, чтобы оставить медведей ни с чем. Обычно для подобной тактики нужны как минимум двое. Но особо отчаянные особи могут попытаться справиться и в одиночку. Тащить тяжелую тушу непросто. Особенно, когда тебя преследует надоедливый волк. Медведь быстро выходит из себя. Но ловкий хищник уворачивается от атаки и успевает урвать небольшую порцию добычи. Учитывая размеры и вес, такие гиганты быстро устают. А против ловкого воришки, у ослабленного медведя не так много шансов. С появлением потомства, вероятность стычек между этими животными возрастает в разы. В голодные времена даже медвежонок может рассматриваться в качестве добычи. В отличие от предыдущих случаев, здесь у медведицы нет шансов на ошибку. Любое промедление может стоить детенышу жизни. Поэтому мать буквально разрывается между ролями атакующего и защитника. Даже втроём у них не получается отбить малыша. И в этой ситуации победа остаётся за медведями. Своих детенышей волки защищают не менее отчаянно. При появлении на горизонте незваного гостя, стая мгновенно мобилизуется и бросает своих лучших бойцов, чтобы проучить неприятеля. Кажется, медведь возмущён таким приёмом, но в конце концов он не видит причин ввязываться в драку, и показывая свой вспыльчивый нрав, всё же покидает опасную зону. Волки не только первоклассные воришки, но и одни из самых умелых охотников, которые с помощью проверенных тактик способны расправиться с самыми быстрыми и осторожными животными. Однако пиршество может привлечь внимание медведя. Он обладает феноменальным обонянием и может учуять запах добычи на расстоянии более километра. Огромные размеры и грубая сила позволяют ему заявить свои права на чужую добычу. Но теперь нужно удержать позицию, ведь волки не сдаются так просто. Их не пугает ни смертельная опасность, ни появление второго медведя, который также учуял запах пищи. В итоге главный соперник прогоняется, но его более скромный родственник оказался хитрее. Не проявляя агрессии, он вполне готов на перемирие, и волки соглашаются разделить с ним трапезу. Когда пищи ничтожно мало, приходится проявлять особую изобретательность. У пары волков нет шансов против двух огромных медведей, но с появлением неопытного мишки у хищников рождается план. Пусть им не по зубам такая добыча, но они могут успешно инсценировать нападение. Взрослые особи встревожены. Они внимательно наблюдают за погоней, а затем решают помочь молодому медведю, оставляя добычу без присмотра. Минутной паники хватает, чтобы стащить драгоценный кусочек. Большая часть туши на месте, но обманутые медведи явно раздосадованы. Выиграть без сражения тоже возможно. Медведи – территориальное животное, и они далеко не всегда терпимо к чужакам. Особенно, если близится брачный период. Сытная трапеза в одно мгновение может обернуться яростной схваткой. И пока два здоровяка выясняют, кто главный, запасы пищи переходят в крепкие волчьи зубы. Победитель настолько устал, что даже не в силах наказать вора. Получается, что подавляющее число конфликтов этих животных завязано на простой конкуренции за пищу. Даже имея численное превосходство, у волков нет шансов против здорового взрослого медведя. Схватка с ним похожа на осаду крепости. Победа достается самым терпеливым и настойчивым. Медведь также вряд ли справится с волком, но лишь потому, что последний не настолько глуп, чтобы выходить в открытую против такого опасного зверя. За счет коллективной охоты стая проще добывать пропитание. Но и медведь зачастую далек от голодной смерти. Его спасает всеядность. Своими огромными мощными лапами хищник с легкостью добирается до сочных корней. Также он запоминает все ягодные поляны в округе и точно знает время сбора урожая. А самые голодные времена зверь проводит в спячке. Это умение позволяет с комфортом переждать затяжную зиму. В итоге каждый зверь по-своему приспособился к выживанию в самых суровых условиях. Поэтому и волка, и медведя можно назвать равноправными хозяевами леса. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!